Здравствуйте, сегодня четверг, недельная глава Шмени. Особенности сегодняшнего дня в том, что каждый видит и слышит то, что он хочет видеть и слышать. Я имею ввиду в происходящих событиях. Чтобы обеспечить себе комфорт, очень многие пытаются или добровольно ослепнуть, или интерпретировать события так, как им удобно. Очевидно, это всегда с одной стороны. Вообще удобно верить в случайность. Сегодня так легко не видеть ни Бога за событиями. Тем более, что он не показывается нам напрямую. Да и вообще удобнее быть хозяином своей судьбы. Однако мудрецы писали иначе. Написали они, что еврейский принцип таков. Когда что-то случилось со мной, я должен задать себе вопрос. Почему это случилось со мной? И чему меня хотят научить? Случайностей не бывает. Поэтому замечательные слова, всегда все помнят этого пророка Эшиягу. И глухие слушайте, и слепые смотрите. Спросили Раби Мендла ученики, а как можно приказать слепому увидеть, а глухому услышать? И ответил Рэбе, это слова пророка, говорящие о духе, а не о теле. В духе нет болезни, увечья, приходящих человеку со стороны. Каждый выбирает сам, быть ему зрячим или слепым. Слышать или заткнуть уши. Поэтому пророк обращается к добровольно ослепшим, какая классная формулировка у них, добровольно оглохшим. Откройте глаза и уши свету. Откройте глаза Слову Всевышнего. То есть вы должны менять этот мир. Вообще, как только события в мире перестают идти по прогнозируемому сценарию, как только становится яшно, что еще вчера все незыблемое, сегодня утрачивает возможность быть опорой, люди начинают понимать, что все в наших руках, это не такой умный лозунг. Два человека как-то спорили из одного участка земли. Каждый подтверждал свое право на владение неопровержимыми доказательствами, свидетельствами. В конце концов пошли к Равину. Равин слушал их внимательно. Одного, второго, говорит обе стороны как-то право. Он говорит, знаете, что я не могу решить ничего. Я не могу понять, кому принадлежит эта земля. Давайте спросим землю. Он приставил ухо к земле, потом поднялся, говорит, Друзья, земля говорит, что не принадлежит никому. Это вы ей все принадлежите. Вот это надо понимать. Почему должно такое понимание реальности сегодня быть и трагичности ситуации? Почему так описывается всегда конец времен? Всегда пишут, что будут так бойны, будут это, будет то. Ну, во-первых, понатворили много, но в любом случае нам это напоминает, что мы не опускали руки, наоборот. Просто сидеть и плакать о своей горькой судьбе или рассказывать, что все безнадежно. Это абсолютно тупиковый путь. Причем он был такими во все времена. Знаете, однажды Равин с учениками шел по дороге. На пути они увидели яму, в которую упал осел. И хозяин с веревкой пытался изо всех сил вытащить, но сил не хватало. Равин кимнул ученикам. Они быстро помогли вытянуть животное и пошли дальше. Другой раз, проходя мимо такой же ямы, они увидели провалившегося опять в нее осла. На краю ямы сидел хозяин и горько плакал. Равин прошел мимо, как будто бы ничего не случилось. Ученики его спрашивают, учитель, почему ты не захотел помочь этому человеку? Он говорит, помочь чем? Сидеть вместе с ним и плакать? Надо вдуматься, вбить себе в голову, и каждое утро повторять великие слова наших мудрецов. Беспокойство не устраняет завтрашние проблемы, оно только забирает сегодняшний покой. Повторяю, беспокойство, просто беспокойство, не устранит наших проблем. А вот покой сегодняшний день заберет. Поэтому еще одна важная вещь, которая сегодня есть, сегодня нельзя закрываться в своей скорлупе, сегодня надо стараться помогать. Другого варианта просто нет. Каждый, кто думает, что он просто так отсидится, вообще не участвует в событии, это плохой путь. Знаете, я расскажу короткую притчу. Однажды человек обеднел очень, и решил навестить своего лучшего друга детства. Надеюсь, что тот поможет ему. Он приехал в большой город, нашел контору своего друга, бросился к нему с объятиями. Ну, этот богатый человек сразу понял, что тот пришел просить денег, и не желая оказывать помощь, сделал вид, что не узнает его. Бедный товарищ пытался пробудить воспоминания детства, школу, напоминал-то. Ну, тот уже ничего, я не знаю, кто такой. Неожиданно бедняк кричит, вы измерт, через три дня ты умрешь. Богач услышал это, перепугался, откуда ты знаешь, что я должен умереть. Бедняк ответил, помнишь, мы учили в книге, которая рассматривается вопросами смерти, Маавар Яблок, такая книга, там написано, что за три дня, до того, как душа человека покидает этот мир, он перестает узнавать людей. Когда я увидел, что ты меня не узнаешь, то я понял, что это конец. Тогда богачу пришлось вспомнить старого друга. Поэтому нам, это такая полушуточная история, рассказывают о очень важной вещи. Чем серьезнее ситуация, чем она опаснее для мира, тем больше надо постараться давать, а не брать. Ну, это не всегда легко, но другого пути, повторяю, нет. Повторю еще только одну фразу. Мы редко делаем это на уроках, но сегодня это важно. Беспокойство не устраняет завтрашние проблемы. Оно просто не дает жить сегодня. Брахавы от слаха, чтобы все наладилось.